здесь у меня чесночок петрушка и масло сейчас чуть-чуть обжарю и вот такие овощи пойдут тоже туда на обжарку мой какой запах пошел и это муж делает помидоры на утро их просто трет всем доброе утро кстати и потом на хлеб мажет и рыбу я жарю в машине и будет у нас сегодня рыба с овощами очень мне кажется вкусно ну рыба-то жареная всегда вкусно правильно посолю приправки какие-нибудь засыплю тут у меня есть для овощей хотя и так уже есть же там чесночок петрушечка но все равно я разморозила вчера достала чтобы разморожены так что пускай готовится и знаете чё уберу немного и пойду белье вешать у нас сегодня нет дождя хотя везде снег идет в мадриде выпал снег 50 лет он там не выпадал а сегодня выпал представляете вчера они там все в шоке вообще был испании парализована смотрите моя зайка сидит загорает вышел наконец-то общем пол испании парализована от того что снегопады мне сегодня сейчас вас поверну клиентка даже в россии в москве что-то там три градуса что ли ли сколько блин вы что-то не стоите ладно три градуса что ли а у нас вот там такой холодрыга в общем никто не готов но естественно здесь снега то не идут принципе так что никто не готов к снегопадам сейчас вам природа немного покажу ветер такой морозный я вчера достал тяжелую артиллерию смотрите у меня ноги всегда ледяные мне вот такая штука раньше ей пользовался муж но так как у него кресло с подогревом хотя он и не пользуется этим я достала себе вот такую вот как ее на подушка не подушка штуку она включается и греет и в рам так классно мне стало так тепло потому что вы знаете отопление здесь как бы это нереально в том плане что окна вообще они хоть и двойные но очень тонкие в спальне у меня вообще окно во всю стену и то есть я вот закрываю на ночь за жалюзи чтобы ветром все это не выдувалось вот и включая обогреватель вот пока включен обогреватель нормально только его выключила все в температуру сразу падает и вот чтобы здесь как-то обогревать полностью как в россии да это надо весь дом системы ну и честно сказать здесь как бы так холодно это вот я не помню чтобы было так холодно потому что в прошлом году вообще теплым было и на месяц какой-то делать отопление или еще что-то но не реально не то что нереально как-то абсурдно да на месяц там батареи какие-то я понимаю если дом где-то в горах там ля-ля-ля тополя а здесь и тем более здесь все привыкшие уже это наши русские все мерзну знаете а здесь все привыкшие они к такой жизни привыкли вот и мне даже знаете больше нравится когда прохладнее чем вот как жара у нас раньше было хотя вы знаете я помню в россии у меня в квартире тоже был дубак такой я там включал тайфун у меня был 30-35 градусов дома всегда и раньше мне всегда голова болела может быть поэтому фиг его знает а здесь вот даже как-то спать удобнее все примастился когда прохладнее вот так вот видите дивана ему мало вот он решил съесть так вот на коленке у меня вот у меня грелка живая всегда у меня вот так на коленках сижу я стою я он тебя на коленках вот и прочую это я в общем все выдувает особенно если чуть-чуть ветер то все сразу выдувает вся тепло все это тепло хотя вот у подруги есть отопление надо не спросить она топится газом тоже у них они специально там дом сделали газовое отопление но тоже редко его включать там на два часа в день вот так вот вот такие дела а так как центрально центрального отопления то нет и даже в мадриде по моему не то у них сейчас там снег идет вообще задубеют хотя вот мы были у тети мужа у них там да вот они также газом топится газ к дому подсоединен да и они сами могут включить или выключить но это очень дорого выходит и поэтому все как-то спасаются ну вот такими вот штуками всякими есть разные обогреватели мыслины и в общем как-то так у нас еще поднялся свет представляете вообще как-то не это так как свет здесь в испании не государственный и конкуренции особой нету то представляете так как большая спрос большой на энергию и они решили повысить на эту энергию цену представляете нету повысить поменять нет они наоборот повысили и вот теперь правительство будет разбираться как бы они почему так почему так вот так нельзя делать и даже по телевизору передали хотите же если ждете понижение цен на свет на электричество то это только весной что-то на 30 процентов повысился свет представляете газ тоже повысился ты не знаю сколько газ стоит очень короче цены у нас растут зима вот и попробуй отопиться каким-нибудь электричеством или еще что-то хрен отопит хрен-то говорю это готов бабки в общем но мне как-то жалко бабки платить вот за то что куда-то уходит в никуда да так вот типа скажите вот тепло это же так хорошо я привыкла что мне и так хорошо и причем у нас там не 10 каких-то там 15 градусов же дома да что дубах дубы дубе холоде его мой как рыба вкусно пахнет вот так что ничего прорвемся остался буквально месяц и ничего страшного но ничего страшного так чеку надо еще себе поставить разогреть потому что я после обеда люблю чайок попить сейчас покажу что у меня получится за рыбки у меня как всегда кости голова и все дела и овощи всем приятного аппетита смотрите какая красота сейчас я пойду попытаюсь погулять по этой красоте если вот этот товарищ не испугается нибудь неожиданных взрывов или еще что-то слышите как море шумит шторм ветер есть но он как бы не сильный такой вот что прям слушать это же пуненты это же не леванты в общем ну что красивее мы поехали кататься 2 что там уже по моему боится посмотрите сколько там собачников с собаками и вот они все собираются группами и гуляют вот так столько собак разных разных ну разные на большие основном что-то большие и мой такой чуть малявка чарли моего это в шоке он скажет что это такое хочет с ними и не хочет это знаете вот как маленькие дети манова зовут собаку как маленькие дети знаете когда смеются там они нам ну как напали окружили моего чарли а чарли им зубы показал и они все смеются типа такой маленький и всех разогнал к чему я то а ну вот когда знаете как детская площадка и дети такие играют там группа да и приходит новый ребенок и тоже вот так он стоит сторонке смотрит и не знает как к ним подойти вот так же вот и собаки честное слово там некоторые начнут мой вот сравнивают детей собак но блин у меня даже мои клиенты когда смотрят и как ребенок у тебя и не только у меня собачники меня поймут и вот он тоже так вот сторонке станет мне них посмотрит и вот они подошли с ним поздороваться на так как они больше то естественно лучше защита нападения он или их решил разогнать типа не надо знакомиться так на с таким напором сегодня бабушка свою ну не свою а клиентку не довезла потому что я припарковалась далеко она позвонила своему сыну у меня не знаете как телефон забыли и она с дочкой приходит дочку нее учителем году я телефон дома забыла я говорю у меня есть в телефон ваш телефон домашний так что позвоните с моего и вот они позвонили и за ними вот сын ее приедет потому что она после короны и у нее сил нету как бы далеко идти все нормально но вот говорит силы никак села меня покинули восстанавливается вот так вот восстановилась довольно таки быстро но вот сейчас смотри это сейчас поеду про кого парковаться бензином заливаться а то у меня там что-то прям совсем мало осталось а вдруг чё куда надо мне нравится в этом городе парковаться хотя в понедельник тоже мне надо будет на работу приехать договорилась своей подружкой что она во вторник утром поедет с мамой в гранаду на такси в больницу там надо и вот я говорю приходи в понедельник я тебя приходу что ж ты говорю она и так никуда не ездит говорю по ей такой повод в гранаду поедешь пускай даже если в больницу но чтоб ты красивая и поехала в смеялись не так приеду тебя уложу что море покажу волны шторм как пахнет морем смотрите докуда доходила вот эти вот кстати видите что выносит море коряги разные просто вчера у нас малаги это и в той стороне в часе езды от нас там вообще было такое такие разрушения такой шторм там пляж сносило в общем еще дождик жесть что было и вот все нанесло в море и сейчас вот море выбрасывает все вот видите какие-то коряги какие-то вот бутылки даже вот после шторма вот такая вот это как бы не грязь да это же все как ну как это урганик урганик палки какие-то там чарли бамо вообще смотрите вон до туда шторм был видите как я обожаю море такой шторм сейчас в инстаграм сниму фоточку мой пахнет вкусно о гляньте гляньте ну а мы как всегда ничего нового чарли чё ты часто боишься видите как трясется чего боится я вот не понимаю я ничего не слышал далеко идти а слышу слышу салют ой блин пошла я обратно если честно не уже задолбали эти салюты эти петарды и уже все праздник прошел нафиг стрелять и нафиг и впускать все давай иди сюда иди окей окей он не хочет даже от меня уходить иди окей ну пацана что стрелять мне вот никогда не нравились эти петарды не салюты потому что не знаю мне как-то не нравилось неправильно правило дорожное движение нарушая а после того как у меня чарли их боится ужасно я вообще их ненавидеть стала эти салюты когда в жизни себе не куплю так еще есть и люди например дети маленькие дети аутисты очень боятся этих салютов я говорю на разрешили бы один день да например там на новый год какое-то время там с 12 до 2 и хватит что стрелять вот сегодня какое уже число какого хрена сейчас пускать салюты объясните мне может быть я дура и не понимаю какой праздник сегодня 9 января ладно едем заправляться все гуляют все и вот посмотрю на этих собачников собаки нормальные бегают прыгают мой же блин как трус я не трус даже stories не сняла в инстаграм не у это улегся вот так вот а если на руках не нести он так сядет куда-нибудь и все и будет там лежать вот так трястись весь и никуда даже с места не двинется пройденный там или вообще тиканет куда-нибудь потом хрен догонишь куда вас несет на ночь глядя поехал я у меня уже складывается традиция приезжать после работы в полде дворок взяла макароны смотрите подешевели возьму одни макарончики кстати вкусные по три рубля и еще знаете что хотела здесь как бы все тащить стельки привезли стелечки такие нормаленькие перчаточки так где они эти стельки то музыка кричит а чё их нет что а вот типа это это с памятью прикольные вроде бы по три рубля 38 мне наверное надо 39 40 или какие 38 в общем ну надо искать это чуть-чуть большие 43 чего 40 40 40 или 39 так всегда 41 42 44 блин буду искать нашла у меня знаете одни ботинки есть они они небольшие мне но они очень свободные мне и вот я эти стелечки положу и будет мне шикардос вот так что чуть больше ничего интересного нету все это забрали тут все привозили для фитнеса так как у нас закрытые все спортзалы смотрите все разобрали все домом занимаются так что чтобы не разжиреть умылась намазалась кремиками знаете как я сплю то это вся тема вся та же тема насчет отопления смотрите какие у меня носки это чисто шерстяные я их покупала в россии у бабушки какой-то в переходе они супер пупер том толстые и супер пупер том теплые и вот я сплю в носках вот в них они у меня специально только для сна вот и поэтому я искала вот такие вот тапки чтобы широкие чтобы эти носки туда влазили у меня есть еще одни носки они тоже типа с шерстью но и покупала в испании тоже такие же толстые поэтому мне нужны были тапки именно вот такие чтобы туда хотя бы более или менее залезли ноги мои в носках я даже знаете когда в россии вот была год назад я тоже спала в носках не в таких толстых потому что там я не укрывалась ничем в пижаме спала потому что там такая жара дома но так как я ничем не укрывалась ноги все равно мерзли у меня вообще ноги мерзнут постоянно а если у меня ноги замерзли то все я значит вся замерзла и потом хрен согреюсь вот поэтому как это говорят держи ноги в тепле голову в холоде что-то такое да вот чайник налить налила но не включила я особо ничего не купила лук творог и вот макароны эти вот поэтому как бы показывать вам нечем нет покупки никакие придется в понедельник идти за едой для чайной на сегодня и завтра и усё и усё что бы мне сожрать поужинать 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 давайте будем культурными так у меня тут чуть-чуть помыло есть но оно по-моему навернулось помыло спомылилось мусорку посмотреть робот мой чистый а то знаете много раз я его вот так вот почищу сам он почистится и там остается что бы пожрать то блин да нет в холодильнике точно нечем хурму хурму съем значит хурму и чай может мандаринку еще мандариночку да съем еще мандаринку вот такие дела друзья утеплимся пойду включу свою подушечку электроподушку и буду кайфовать пить чай и наслаждаться чем наслаждаться то буду теплотом теплотой и все завтра воскресенье может быть я даже посплю часиков до 9 если меня чарли не разбудит ну посмотрим не забывайте подписываться на канал ставить ваши лайки и спасибо вам огромное за комментарии пишите пишите и будем общаться всего самого лучшего всем пока пока